МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все одни и те же. Выходим и выходим на эту сцену. Когда же появятся уже новые игроки на строительном рынке? Нужны новые лица? Для красного словца это вы кокетничали? Сначала две маленьких реплики. Номинация, насколько я помню, была застройщик года. Строитель и застройщик – это очень разные вещи. Это первое. А второе, сказано это было для того, чтобы потом пожелать городу Красноярску, чтобы в этой номинации, на этом рынке, если хотите, застройщиков, появился какой-то новый игрок с каким-то интересным проектом. И была, наверное, подводка. Это не красное словцо, это ваше искреннее желание, чтобы у вас... Если серьезно, то посмотрите все 10 лет номинации, посмотрите те компании, те лица, которые там были. На самом деле мы уже по два раза точно все прошли, основные компании, застройщики. Но действительно, я думаю, что и горожанам, и Красноярску и нужно, и хочется чего-то нового в области градостроительства. Я имею в виду в области проектов, скажем так, именно строительных проектов. А если бы вы вручали награду в номинации «Застройщик года», в 2019 году кому бы и за что бы вы лично вручили? Я даже вам могу рассказать по секрету, что когда в сентябре месяце формировали анкету и опросный лист для экспертов, я предложил в этом году эту премию вообще не вручать. Недавно в своем интервью вы сказали такую интересную фразу. Сейчас четко никто не сформулировал, что такое Красноярск. А как же город инноваций, партнерства и согласия? Это здорово, но давайте дальше. Кто в нем будет жить? Что этим людям нужно? Инноваторы, партнеры и соглашенцы. Замечательно. Я знаю, что есть инноваторы, но чем они живут, я не знаю. Сколько времени они должны проводить в квартире? Что это за квартира? Какого она размера, если мы уж начали с жилищного строительства? Что это за место работы? Или он будет работать на дому, или он будет работать в каких-то каворкингах, или еще где-то, да? Где он предпочитает питаться? Я вот о чем говорю. То есть, когда мы говорим о градостроительной составляющей, мы ведь хотим, как 40-50 лет назад, спланировать по плану, соответственно, город, сделать генплан города и дальше начать его реализовывать. То сейчас этого нет. Поэтому сейчас, для того, чтобы планировать, надо хотя бы понимать, какие группы населения будут жить и какие у них потребности. Вот пока, скажем так, вот в этих материальных вещах, о которых я сказал две минуты назад, я не видел какого-то заключения разработанного, обсужденного, утвержденного. А поэтому мы не понимаем сегодня, что строить и как строить. Вы же в этом городе строите из каких-то соображений? Я строю, исходя из моего представления конкретного рынка жилищного строительства на ближайшие 3-4-5 лет, потому что это тот цикл, в течение которого происходят процессы у застройщиков. Я сегодня руковожу группой компаний, которая является застройщиком, и мы работаем в основном в сфере жилищного строительства, и не более того. Вы говорили, что городская застройка должна быть плотной. Вам не кажется, что в некоторых районах она уж слишком плотная? Хотя речь, ну, в принципе, о городской среде, не о городской среде в целом, а вот именно о застройках. Дома, 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 а вот как раз вот какой-то среды, какого-то комфорта его нет. Вот то, что сегодня вы называете Красноярск сверхплотный, на самом деле нет. Плотность – это количество человек на гектар. Уберите автомобили с улицы, и у вас город не будет плотный, даже при сегодняшней существующей застройке. Ощущение того, что у нас чрезмерно плотно, создают автомобили, которые находятся во дворах, в проездах, на дорогах, на газонах, везде, где угодно. Поэтому я считаю, сегодня Красноярск имеет еще не достаточно плотную застройку, особенно в центральной части города, потому что застройка 60-х годов, ну, начиная с 60-х, 70-х годов, когда в основном строительство жилищное велось, застройка велась пятиэтажными домами, это еще не очень плотная застройка, и вполне можно при реновации, то, что сейчас происходит в Москве, еще в полтора примерно раза повысить плотность застройки, я имею в виду, опять же, количество человек на гектар. Новостройки растут, а социальная инфраструктура за ними не успевает. Мне кажется, это последнее время становится довольно такой громкой темой для обсуждения, и люди бьются и за школы, и за больницы, и за скверы, и за... Вот это вот все, как считаете? А при чем здесь мы? Я говорю сейчас от имени застройщиков, задаю вопрос. А какое отношение мы имеем к социальным объектам? К больницам, школам, детским садам? Ну, когда вы строите, вы же продаете и говорите, вот она, школа рядом, а она одна, переполненная, но вы еще рядом построите пять домов. Простите, простите, простите. Компании-застройщики занимаются бизнесом. Так. Они зарабатывают деньги, действуя в рамках того законодательства, которое существует в Российской Федерации. В этом смысле, зарабатывая деньги и не нарушая закон, мы вообще-то являемся законопослушными компаниями. Поэтому какие к нам претензии? А есть ли органы власти муниципальные, я сейчас не только про город Красноярск, своевременно, 15-20 лет назад, в генеральном плане, в правилах взяли пользование застройки, определяя эту зону под жилищную застройку, не заложили место размещения под школы, детские сады и поликлиники, то это не к нам вопрос. Мы заплатили за землю, мы заплатили за проект, мы построили жилые здания, мы сегодня с вами говорим, в первую очередь в жилищном строительстве. В том смысле, мы должны эти деньги вернуть и заработать прибыль. Но на тех местах, которые были в проекте предусмотрены для школ, в итоге тоже выросли дома, вот в чем дело. Значит, кто-то нарушил закон. На каждый жилой объект выдаётся разрешение на строительство. Если разрешение выдано, вы имеете полное право... Если выдано разрешение, а там должен быть социальный объект, значит, ищите статью уголовного кодекса, кто нарушил закон. Вот, например, взять, если Южный берег, чудесный район с удивительной инфраструктурой, туда ездят люди даже просто погулять, потому что там действительно очень комфортно, ведь там же тоже проблема со школой была. Место под школу было? Значит, давайте так. Давайте. Место под школу было нарисовано на частной территории. Три компании являлись владельцами той территории, на которой предполагалась школа. Значит, школе я предложил, ещё раз говорю, в 2010 году, чтобы никто там не передёргивал и не начинал разговоры о том, что Карапачинский это сделал, когда был депутатом городского совета, мне уже такие обвинения высказывались. Так вот, в 2010 году, после того, как мы приняли решение микрорайон Южный берег, скажем, перепроектировать под квартальную застройку, школа не могла быть в середине микрорайона. Поэтому было найдено школе идеальное, с моей точки зрения, место. Я до сих пор так считаю. И Пётр Иванович, будучи главой города Красноярска, Идхам Шукрич, будучи главой города Красноярска, и Сергей Васильевич соглашаются до сих пор и теми документами, теми, скажем так, согласованиями распорядительными актами, которые они подписывали, подписывают, они соглашаются с этой идеей. Поэтому школа на Южном берегу, там две школы сегодня в проекте планировки утверждённом, на 1200 мест и на 240 мест начальная школа, этого вполне достаточно для микрорайона такого размера, они там есть. Другое дело, что процедуры согласований и, скажем так, работа некоторых подразделений муниципалитета несколько затянулась. Я считаю, что это могло бы быть уже сделано год-полтора-два назад. Ну, здесь опять же технические проблемы. В городе хозяин учит муниципалитет. И муниципалитет может определить, где будет школа, но строить тоже это придётся муниципалитету, а не застройщику, правильно? Это бюджетное учреждение и строится оно за бюджетные деньги. Стоимость школы сегодня примерно миллиард рублей. Я не знаю застройщика, который может взять и в виде спонсорской помощи отдать миллиард рублей. Сейчас прервёмся на небольшую рекламу, вернёмся в студию, продолжим разговор. И мы продолжаем разговор. Рядом со мной в студии Александр Карпачинский, генеральный директор строительной группы SMCity и президент Красноярского союза строителей. Мы говорили в целом и хотелось бы ещё, конечно, в целом о строительной отрасли поговорить, но тем не менее, давайте всё-таки вот о чём. Группа SMCity. Вы говорите, мы в последнее время строим то, что хотят видеть люди, то, что покупают, правильно? То, что готовы, да. То, что готовы покупать. То, что люди готовы, хотят и готовы купить. Расскажите о покупателях. Что они, может быть, и не хотят, а именно готовы. Что они готовы покупать, на что у них сейчас есть деньги? Ну, знаете, давайте всё-таки некоторые обобщённые вещи. Первое. За 10 лет, наверное, так будем говорить, с момента, когда мы ввели в эксплуатацию первый дом, это как раз был ноябрь 2009 года, если помните, в гараже концерт Гаррика Сукачёва, это вот как раз сдача первого дома нашего. Люди очень чётко поняли, что они хотят не столько купить квартиру квадратные метры, сколько они хотят купить среду. Второе. В связи с тем, что стоимость квадратного метра становится дороже, дороже и дороже, выше себестоимость, ещё некоторые, как бы, составляющие всё равно неуклонно растут. Я, насколько я понимаю, всё-таки у наших покупателей доходы не успевают. Не успевают, не успевают. Я не открою какой-то тайны, да. То люди стали всё-таки максимально функционально, во-первых, рационально подходить и покупать функционально, подходить к покупке квартиры. Я объясню вам, почему. Конечно, спальня в 25 квадратов хорошо, а 10 квадратов это мало. Но в своё время мы сделали такую экспертную оценку, что спальня 15-16 квадратных метров. Это достаточно. Взяли условную комнату, поставили вдоль стены шкаф, поставили кровать, тумбочки, ну, как обычно это бывает. Ширину комнаты сделали минимальную, 3 метра, а не 2,80. Да, вот 10-15 сантиметров очень важно. Чтобы кровать можно было обойти там, да? Да. Ну, вот эти 15 метров, они максимально функциональны. Мы стараемся, конечно же, проектировать таким образом квартиры, чтобы необходимое достаточное количество квадратных метров максимально выполняло функциональную нагрузку того или иного помещения. И, безусловно, люди, чего 12-13 лет назад я не понимал, обращают всё-таки внимание на архитектуру. Что же Москва тогда по 8 квадратных метров начала продавать квартиры? Уверяю вас, а потому что денег у людей не хватает на ту себестоимость, на ту цену, потому что в Москве очень дорогая земля. Поэтому та цена, о которой я говорил, 120-130 тысяч за квадратный метр, это стоимость земли, это стоимость инженерных подключений. Поэтому, да, сегодня люди не могут позволить себе купить квартиру 60 квадратных метров по этой цене. И они вынуждены, сказать, ещё более функционально использовать каждый квадратный метр. Мы же с вами видели фильмы, когда японцы живут в квартире площадью там 12 квадратных метров, семья с ребёнком. Ну, у японцев, они живут, понимаете, у них там остров, дело в том, что, и он такой небольшой совсем. То есть 120 миллионов человек, насколько я помню. Да, им там тесновато, понимаете, они поэтому в маленьких, а у нас же большая страна, а мы живём, пусть мы, конечно, ещё не в таких, не в 8 квадратных метрах, но тем не менее, если говорить про тот же Пашин, там же застроено всё совсем небольшими квартирами, то, что называется, «человейниками». И они все раскуплены, судя по количеству машин, которые, опять же, запаркованы внизу. Вот ответ ещё. Это, точнее, вопрос, да? Человек покупает небольшую квартирку, как вы говорите, в то же время имеет автомобильчик. Так может, ему было не иметь автомобильчик, ездить на общественном транспорте, купить квартирку чуть побольше? А вот если вы пообещаете, что следующий эпизод не вырежете, то мы с вами можем поиграть в такой логический этюд. Ну, давайте посмотрим. Давайте так. Есть китайские автомобили, которые уже достаточно неплохо продаются в России, но тем не менее, ещё, почему они достаточно хорошо продаются? Потому что они не очень дорогие. Но качество ещё, наверное, будет повышаться. Есть японские автомобили, которые дороже китайских. Почему? Потому что у них выше качество, комфорт, другие материалы. Есть немецкие автомобили, которые дороже японских по той же причине правильно то есть однозначная зависимость чем более качественный товар тем он здорово стоит так давайте так вот есть поездка на автобусе поездка на такси дороже на что такси почему потому что в такси комфортней чем автобусе får ли так есть такси и личные автомобили почему люди предпочитают личные автомобили не такси еще более комфортно отлично Но тогда это должно стоить дороже, чем такси. Ну, по последним подсчетам, личные автомобили так стоят дороже, чем ездить на такси весь месяц. Правильно. Но он еще не настолько, он стоит не столько, сколько должен стоить личный автомобиль. Потому что никто из владельцев личных автомобилей 90% не платит за его хранение. Они должны платить примерно 20 часов в сутки, ну это такая экспертная оценка, за хранение автомобиля. Четыре часа он проводит на дорогах, ночью, в офисе, на работе люди должны платить за хранение автомобиля. Мы, наверное, единственная страна в мире из тех, которые причисляют себя к развивающимся, где люди не платят за хранение своего личного имущества. Автомобиль это личное имущество. Заставьте людей платить за хранение своего личного имущества, они пересядут на такси. А тот, кто хочет сэкономить денег на квартиру большей площади, пересядет на автобусы. Это, я так понимаю, еще и решение ситуации с запаркованными дворами сейчас? Конечно. Мы сразу решаем все проблемы. Мы освобождаем территории дворов и придомовых территорий от автомобилей. У нас становится там комфортная среда, никто не вытаптывает газоны. У нас на улицах перестают быть забитыми улицы, у нас исчезают пробки. У нас начинает быстро ходить общественный транспорт, у нас улучшается экология, потому что готов держать пари, автомобили вносят в нашу экологию не менее 50%, а по разным оценкам экспертам до 70%. В выбросах, которые мы с вами кричим, что у нас черное небо, это наши с вами автомобили. А тепловые станции, алюминиевые, мы можем говорить, знаете, почему про них говорим, наши общественники? Потому что... Потому что они ездят на автомобилях? Да нет, просто потому что есть кому предъявить претензию. Саму же себе не предъявишь претензию. Но вы понимаете, насколько непопулярная сейчас история вы озвучиваете? Понимаю прекрасно, я ее озвучиваю с 2013 года. Это не моя история. Это общемировая практика. Единственный способ решить проблему экологии транспорта – запретить пользоваться личными автомобилями каждый день. И сделать это можно только одним единственным способом. Заставить платить людей за хранение автомобиля. Как вы считаете, мы к этому когда-то придем? Или мы просто остановимся на дорогах? Мы вынуждены будем к этому пройти. Можно я сразу в дополнение? Меня будут обвинять. Ну сам-то, конечно, ездишь на машине, но ты же не поедешь. Нет. Я позавч... Подождите. Я в пятницу ездил на автобусе. Получилось так, что у меня не было служебного автомобиля. Я доехал из офиса до администрации на такси. Затем я вышел. Мне необходимо было по проспекту Мира передвигаться. Две остановки. Было достаточно прохладно. Я сел на автобус за 26 рублей, проехал две остановки, вышел, прекрасно дошел. Но это же единичный случай. Это уникальный. Вы же не ездите на автобусе каждый день. Почему? Почему? Когда ремонтировали коммунальный мост, и я не мог на служебной машине ездить. Я ездил постоянно за 22 рубля. Тогда еще я переезжал через коммунальный мост с Южного берега до краевой, до городской администрации. Я два месяца ездил на автобусе. Я вам приведу замечательный пример. Когда я еду из оконимого городка на работу, то в районе перинатального центра детской краевой больницы замечательная парковка со стороны леса. Все красноярцы прекрасно знают. И там даже такой повесили плакат «парковка для будущих мам». Майс нарисован. Это вообще сюрная ситуация. При этом территория около перинатального центра внизу, внутри территории, забита машинами персонала. Медсестров, медсестер, врачей и протехнических работников. То есть мамы, беременные женщины выходят в лесу, переходят вот эту дорогу магистральную, идут еще 200, 300, 14 метров грязь, лесник и прочее. Либо с маленькими детьми, а персонал этих медучреждений великолепно подъезжает и паркуется забесплатно на своих автомобилях на территории. Так простите, они для кого работают? Поэтому давайте что первично, что вторично. Когда я приезжаю подстригаться в салон, то около салона стоят машины мастеров. Но вообще-то я плачу деньги для того, чтобы они получали заработную плату. Так может быть, будет платная парковка для меня, а не бесплатная для персонала. А мне негде остановиться. А вы вот когда все это говорите, вам вот, ну вот они вот что говорят? Кто они? Кто вот эти они? Или это вы со мной сейчас про это разговариваете? Это я для наших горожан. Для наблюдений. Потихоньку, 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 чтобы у горожан немножко складывалась причинно-следственная связь. Понимаете? Что если ему удобно ездить на своем автомобиле, то скоро ездить нельзя будет вообще нигде и никому. Возвращаясь к строительному рынку. Давайте. Строительная отрасль, она довольно чутко реагирует на все вещи, которые в экономике происходят. После банков, наверное, следующее. Да. Область жилищного строительства. Давайте будем уточнять. Жилищное строительство. И вот сейчас наша экономика жилищному строительству какие сигналы подает? Очень долго говорят, давно уже говорят о кризисных явлениях, вот обо всем вот этом. Что сейчас там вы чувствуете? На что откликаетесь? Ну, если в 2014 году, когда вот случилась ситуация, рубль начал падать, скажем так, как появились признаки вот такого кризиса серьезного, вот, народ, скажем так, что делает в первую очередь, пугается и перестает делать долгосрочные покупки автомобилей, квартиры. Наверное, где-то вот в конце 16-го года, в начале 17-го года немножко это опасение прошло. Все посмотрели, что да, наверное, да, похуже, но жить можно. И, естественно, люди не могут жить без квартир, люди не могут жить в шалаше. Поэтому, конечно же, начались опять покупки, начались продажи у застройщиков. И я считаю, что с 17-го года все-таки рынок потихоньку начал оживать, оттаивать. К сожалению, очень негативная, скажем так, вот такую ситуацию создали у нас, ситуации с обманутыми дольщиками. Вот этот вал, к сожалению, опять людей заставил немножко так напрячься. Но, во-первых, наш народ самый смелый народ в мире. Вы помните кризисы 98-го и так далее, так далее, годы. Их все равно ничего не страшит, они все равно несут деньги в банки, покупают квадратные метры. Это хорошо, конечно. Вот. Ну и, во-вторых, появился новый закон, который вступил в силу с 1 июля этого года. Значит, единственное, что закон очень правильный, единственное, он не своевременный. Я считаю, что его надо было вводить в году в 11-12-м. То есть он тоже с опозданием? Да, как минимум лет на 6-7, я считаю. Вот когда мы вышли из первого кризиса, 8-9-го года, вот, наверное, в 11-12-м году необходимо было вводить подобный закон с такими простыми, но очень действенными, скажем так, критериями. И тогда мы с вами сейчас жили совершенно в другой ситуации, я имею в виду в части обманутых дольщиков. Спасибо вам большое за то, что пришли и ответили на наши вопросы. А я напоминаю зрителям, что гостем программы был генеральный директор строительной группы SMCity и президент Красноярского союза строителей Александр Игоревич Карапачинский. С вами я прощаюсь, а вам советую смотреть Афонтово.